В спортивном меню восьмого этапа африканского ралли-марафона значился совершенно новый спецучасток. Его концепцию главный идеолог Жан-Луи Шлисер придумывал и планировал последние несколько лет. В итоге вчерашний отрезок прошел под лозунгом «Хотели аутентичный Париж-Дакар? Получите!». Маршрут оказался настолько сложным, что итоговый протокол пестрит отметками о наложенных пенализациях. В автомобильном зачете лидерство сохранил Патрик Мартин. Притом восьмой этап дался пилоту «Мерседеса» относительно легко. А вот россияне Алексей Титов и Дмитрий Павлов провели на трассе почти 11 часов. Форд уверенно проходил пески, однако каменистые участки и перевалы с трудом давались большому пикапу. Если следующие этапы не окажутся легче, то наши соотечественники пропустят вперед баги Ива Фрамона. Недавний лидер грузового зачета Игорь Бувенц потерял абсолютно все шансы на победу, получив 16-часовую пенализацию от организаторов. Пилот Ивека откатился на седьмую строчку итогового протокола. На первую позицию в свою очередь выбрался Миклышковач на Сканье, на которого наседает Кароль Фазикаш, тоже пилотирующий машину шведской марки. Замыкает тройку Томаш Томичек за рулем Татры. Грузовики команды «Газрейдспорт» успешно справились со сложной задачей. Дуэт «Левицкий-Долгов», несмотря на неисправную систему подкачки колес, по итогам дня показали четвертое время среди грузовиков. Экипаж Алексея Хлебова и Александра Лагуты финишировал пятым, а в генеральной классификации этот «Газон-Некст» числится двенадцатым. Машину Болеслава Левицкого можно увидеть на десятой строчке. Субтитры создавал DimaTorzok